МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня пришло время обновить видео о ПМЖ в Турции. Периодически раз примерно в три месяца я снимаю о том, как проходит моя адаптация здесь, моя жизнь в Турции. Это видео-дневник, можно так выразиться, потому что уже практически прошел год, как я сюда переехала, и я уже вижу разницу с первых видео, которые у меня были за последнее время. Хочу отметить, я, как вы знаете, из холодного места сюда приехала, из Сибири. И тем не менее, зима в Стамбуле меня шокировала. Это моя была полностью первая зима, когда я переехала, да, не какими-то наездами здесь бывало, а белее снега, то, что вы видели на видео, на заставке, да. Снегопады. Такая зима не каждый год, по-разному бывает, но именно снегопады, их чистота и количество снега, и какой мороз при этом, меня, честно говоря, удивило. Когда это действительно, это ноль, было у нас здесь зимой даже минус 5 градусов на Новый год. Действительно очень холодно. С Сибирью с сухим воздухом, климатом, я бы сравнила это как минус 10-15 градусов. Действительно очень холодно. И плюс еще одежда здесь не приспособлена для такого холода. Здесь зима, это фактически осень. Как октябрь, ноябрь месяц, периодически дождь, снег, дождь, снег. Следующий пункт о языке. Что я заметила? Я, когда ездила в Россию, первый раз в октябре я это заметила, и последний раз вот сейчас в январе, у меня проблемы с общением с языком. В частности, я, когда начинаю говорить только по-русски, у меня пропадает звук R. В турецком языке R, R такая твердая, да, звонкая, как в России, не используется. Я общаюсь здесь дома, примесь такого конкретно только на английском, где R абсолютно мягкая, R грубой вообще нет. И в турецком языке R тоже не встречается. И у меня сленг, мы общение, это английский, и я использую слова турецкие, которые я уже выучила, да, как-то у меня 50-50, вот что знаю, то пою. Вот вроде бы с вами, да, там или в интернете я переписку веду своими родственниками, общаюсь по скайпу, видео вам записываю, у меня от этой проблемы нет. Но когда именно факт, что я переезжаю в среду обитания свою, в Россию, где я говорю по-русски, у меня просто не то, что ступора у меня никакого нет. Во-первых, естественно, первые три дня я туго соображаю, у меня на языке вертится фраза, я знаю, как сказать, слов подобрать не могу. Это не вот скудность словарного запаса. У меня проблема именно как-то вот этого механизма подбора слов, именно самого, какое слово, когда стать. Вроде бы я его помню, но я его и тут же забываю. Я, оно на языке вертится, да, сказать не могу подобрать правильно. Какие-то провалы в памяти, вот так бы я это назвала. И в этот раз просто уже отметили люди, которые со мной общаются, что Галя, ты картавить начала, и ты не выговариваешь R. И я бессознательно избегаю фраз с буквой R. У меня в принципе проблем с речью никогда не было, потому что я училась театрально, у меня была сцен речи, проблем с артикуляцией вообще нет. Для меня это нонсенс. Я поняла, каково живется картавым людям, кто не выговаривает R и различные звуки. Но это именно со звуками отдельными, которыми я мало использую, у меня проблема. Я забываю их. А также у меня немножко интонационно поменялась моя речь, когда я вот с вами сейчас говорю. Интонации не такие, как в России. А когда я в России говорю, у меня тра-та-та-та-та-та-та-та-та, и пошла речь, да, как-то мы прям вот ощущение, мы просто, говор наш идет напрямую. А здесь речь, когда я говорю еще по-английски в основном, я больше перенимаю, к сожалению, не турецкие интонации. По-английски там речь по-другому. Она такая волнистая, можно сказать, эмоциональная. И по-русски, когда я говорю, я точно так же волнистая, эмоциональная. Я этого не замечаю. Муж мой надо мной смеется, просто ржет надо мной, стебется, потому что в Турции это тоже немножко по-другому. Ну, в общем, это смешно звучит, когда я очень эмоционально разговариваю. Такая у меня волнистая речь. Ну, прикольно, что я не обламываюсь. Мне с этим нормально живется. Прошел год, прогресса нет, я никуда на курсы не ходила, ни книжки никакие не открывала, специальный язык не учила. Только чисто то, что в семье я слышу, чему учусь вокруг, да, что телевизор там и тому подобное. Люди, когда со мной общаются, общие какие-то фразы я знаю, но этого настолько мало, что это катастрофа. Я просто, проживя год здесь, я поняла, что черт, я пойду на курсы языка, потому что мне не хватает критических знаний, брать его неоткуда, и я понимаю, что эти знания я могу получить только с курсов, только с преподавателями. Мне книжка, ничего мне не поможет. Книжки я читала, в принципе, у меня есть хороший разговорник. Это ни о чем. Я не где раньше говорила, но в видео потом о МАПМЖ. Вы меня не поняли, люди, которые давно живут в Турции, немножко, может быть, в штыки как-то восприняли эту информацию, но я до сих пор остаюсь при своем мнении. У нас просто разный менталитет и разное воспитание. Я уже привыкла к вытряхиваемым половикам в окно, когда это окно не до промеж двух домов, а когда это на улицу, где люди кушают рядом, например, сидят, ходят, живут и еще что-то. Окей, я поняла, это национально, это нормально. Я уже не так агрессивно и просто не так брезгливо просто к этому отношусь, но следующее, я до сих пор еще поняла, что это наше разное воспитание, и я еще не привыкла к тому, что когда лежит человек в больнице и к нему табором просто ломятся люди, попроведывать его для меня, до сих пор дико я к этому не привыкла. Я не могу это еще до сих пор воспринимать, потому что я здесь жила совсем чуть-чуть, только начала здесь жить. Чтобы кто живет в России, вы сейчас поняли, о чем я говорю, кто живет в Турции, девочки, девочки, мальчики меня понимаете. У наших знакомых, наших друзей перед Новым годом папа попал в больницу с инсультом, то есть мужчина с инсультом, он был в реанимации, в тяжелом состоянии, там все в порядке, слава богу, с ним. И на следующий буквально день, когда это произошло, отмечу, что в Турции в принципе мало находится в больнице, чем бы вы ни лежали, только там, не знаю, после операции на третий день уже домой, можете идти, к примеру. И вот этот мужчина на второй день, у него только вчера, он за реанимацию вывели, идет такой разговор, мы должны съездить, попроведовать, навестить человека, то есть дать ему какое-то внимание, это показывает нашу воспитанность и уважение нашей семье. Я говорю, я понимаю, что это нужно сделать, чтобы принять какое-то участие, но мы этого мужчину не знаем, зачем мы потащим свои бактерии туда, человеку плохо, ему не до нас, рядом с ним должны быть члены семьи, близкие, жена, дети, внуки в конце концов, но не мы, неизвестные люди, которых он никогда в жизни не видел. Я говорю, давай как-то цветы букет отправим, с какой-то там бумажкой, понимаете, да, с какой-то открыткой, пожелаем выздоровления, но не поедем в больницу, ну, как-то для меня это, ну, я не знаю. Я вот именно вот этот факт, я до сих пор еще не могу принять это. И для меня, конечно, это приятно, что турки очень семейные, мне это в них очень нравится, но порой это гипертрофировано для нас, для моего воспитания, для моего восприятия, это чей, речь, чур, я с этим еще свыкнуться, привыкнуть не могу. Например, если у нас тут знакомые родили ребенка, то в больнице находятся там два дня, одну ночь вообще, а женщина остается все там в порядке кесарева три дня, и просто к ней толпы незнакомых людей идут, каких-то друзей, даже не родственников, просто друзей, знакомых, соседей всех прочих. Ну, простите, это маленький ребенок, которому тащат свои бактерии. Для меня это неприемлемо до сих пор. Девочки, где из Турции, вы туда давно живете, можете в комментариях написать мне, поделить, как у вас это происходило, как вам гости приходили, и как после родов у вас это произошло, первый месяц, как вы прожили с ребенком, в плане внимания родственников. Оно очень-очень гипертрофировано, порой для меня, для моего воспитания, лучше бы как-то в кругу семьи побыть, как-то это пережить узким кругом людей, вот так могу говорить. И последнее, но немаловажное, хочу отметить, что я стала сторониться соотечественников своих здесь, в Стамбуле, я много об этом уже говорила, что есть много аферистов, в принципе, нехороших людей различных, это правда. И для меня это, честно говоря, печально, как для человека, который любит общаться, и я, в принципе, открыта ко всем всегда. Я думала, что это только мое мнение, и я это замечала, так как живу здесь мало, но пообщавшись с моими подписчицами, с теми, кто здесь просто живет, кто даже не знает то, что я веду канал какой-то, что-то для кого-то для вас снимаю. Большинство, к сожалению, мне это очень печалит, мнение плохое о славянских людях, девушках в частности, из вот таких неблагочестивых, нехороших людей, которые действительно бегут от проблем, пытаются переехать в другую страну, избегая какой-то плохой жизни. Именно я не говорю сейчас о политических и экономических ситуациях, которые в последнее время в мире происходят. Я говорю, изначально такие девушки, женщины были, к сожалению, всегда здесь, которые ленивые, не хотят работать, они думают найти там богатого мужа или в принципе мужчину, который будет работать, он будет сидеть дома, ничего не делать и будет хвастаться своим девчонкам в деревню, как она классно устроилась, в каком она клевом городе живет, тому подобное, какая у нее хорошая, замечательная семейная жизнь. И вот благодаря, в кавычках, вот таким дамочкам, к сожалению, их очень много здесь. Это больше процента-то. Я это вижу как 70, 70 процентов точно вот таких. И как написала одна мне подписчица в личном сообщении, ему поняли друг друга, мы на одной волне, она сказала, знаешь, когда пишут, смысл как фраза был такой, что когда пишут тебе плохие какие-то комментарии, кого это задевает, правда, которую я говорю, это те, которые бежали к лучшей жизни сюда, от своей плохой жизни, которые целенаправленно ищут мужа иностранца, целенаправленно. Любовь отходит на второй план, она просто хочет уехать в другую страну, она хочет сменить образ жизни, ее достали дома проблемы, неприятности, работа в конце концов, она хочет почувствовать себя женщиной. Не надо сейчас в комментариях оправдывать и говорить, да, вот у нас такие там мужики плохие, а такая ситуация в стране, или еще что-то. В обществе и не только в России в последнее время женщина должна быть сильной. Так диктует эмансипация, мы сами этого добились, и благодаря эмансипации, независимости, феминизму. Так что пожинаем плоды сейчас, мы наравне с мужчинами уже. Но я говорю о том, что есть женщины, девушки, которые целенаправленно пытаются убежать от этих проблем пресса, и пытаются найти свою любовь, в кавычках назовем, в другой стране, в частности в Турции, ведут себя неподобающим образом, потом они разочаровываются, их ожидания не оправдываются. Они получают не то, что хотели, и начинается негатив, злость. У меня такие ли девушки, кстати, очень много их смотрят. Либо смотрят и не пишут комментарии, но я знаю, что вы смотрите, потому что очень часто мои видео копируются в различные социальные группы, где те же девушки, видя правду в видео, когда я о них, в принципе, говорю, пытаются, их это задевает, ну, правда, глаза режет, что сделаешь. Но они неадекватно это воспринимают, эту информацию, и очень агрессивно пытаются меня как-то обсирать внешне, что я там страшная, еще какая-то косая клевая, что я ничего в жизни не знаю, но, девчонки, таким, кто, кстати, отклонясь от темы, думает и пишет про меня, я вам честно скажу, спасибо за ваше внимание, спасибо, что открываете мои видео, что делаете мне просмотры. Для меня это показатель моей работы. Отдельное вам спасибо, честно, за это искренне. Поднимайте рейтинги моему каналу, спасибо! Ну и следующее, вы вообще в зеркало-то на себя сами давно смотрели, перед тем, как что-то говорить о моей внешности. У меня проблем с внешностью, самооценкой нет, но по поводу вас, я просто видела фотографии, кто что-то пишет про меня, задумайтесь вообще, посмотрите сначала в зеркало на себя, а потом уже как-то обсуждайте меня, так что я думаю, кто это делал, меня поймет. Так вот, вот эти вот девушки с агрессией, с негативом, видят правду, их это очень сильно задевает, они нелестно отзываются тут же о Турции, о своей стране, о турецких мужчинах или еще что-то. То есть я хочу сказать, что, к сожалению, такое присутствует и своим примером. В моей жизни все в порядке. Я не обсираю свою страну, не говорю, что это плохое о моей родине, потому что это моя родина, она у меня одна. И я родилась там, я уважаю и люблю эту страну хотя бы за это. Во-вторых, потому что в моей стране все в порядке, экономически, политически, меня все в ней устраивает. Я люблю свою страну, я патриотка, можно так выразиться. Хотя минусы различные есть, я это не отрицаю, я говорю в общем. Я люблю Турцию за то, что эта страна приняла меня, эта страна подарила мне новую семью, мою вторую семью, человека, которого я люблю, человека, который меня любит, и дай бог здесь родятся мои дети. Поэтому я просто уважаю этих людей, которые здесь живут, и многие ждут от меня видео, спрашивают, а расскажи о турчанках, а какие они, типа поплевай грязью, или просто расскажи объективное мнение, чем они лучше нас, чем мы хуже их, или чем мы лучше их, и все прочее. Вы от меня это не дождетесь, потому что, если я что-то подобное расскажу о турецких женщинах, в принципе, видео о них сниму, это просто будет объективная информация, только то, что я вижу. Никакого негатива не будет, потому что его нет. Я уважаю этих людей, уважаю эту страну за то, что они приняли меня, дали мне кров, я здесь живу, меня все устраивает. Поэтому, людей, которые переехали в другую страну, не только в Турцию, а вообще иммигранты меня смотрят, если в вашей жизни что-то не так, вы не получили то, что вы хотели, ваши ожидания не оправдались, не нужно негативно отзываться о людях, которые говорят правду, о людях, которые живут в этой стране, не нужно сжигать мосты и плохо говорить о стране, которая дала тебе жизнь, на твоей родине. Посмотри вовнутрь себя, пойми, в чем твоя проблема конкретно, потому что проблема не в окружающем мире, проблема только в тебе. И напоследок я, как всегда, скажу, что для тех, кто хочет переехать в другую страну, ребята, проблемы всегда ездят с вами в вашей голове. От ваших проблем вы никогда не убежите. Так что будьте разумны, будьте мудрыми людьми. Пожалуйста, всегда взвешивайте ваши слова, которые вы говорите во вселенную, потому что все в жизни возвращается. На этом видео сегодня закончу. Спасибо всем, 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 кто меня смотрит. Я очень рада, что вы у меня есть. Это ваше просмотре, общение с вами в комментариях дает мне стимул для новых съемок. Всех люблю, обнимаю, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok